Сегодня миллионы православных отмечает один из главных христианских праздников – Крещение Господне. В эти минуты во многих храмах Волгограда идут торжественные богослужения, а после – чин Великого Водосвятия. А накануне вечером в Сочельник искупаться в Иорданих решились сотни волгоградцев. Репортаж Ольги Волченко. Анастасия Мурадова решилась. Это первое ее погружение в ледяную купель. Как и положено, окунается с головой трижды. Вы не представляете, это так круто, правда, правда. Дыхание вот так вот. Я новая, я заново родилась. Ура! Всяк с Крещением! Осознанный шаг в прорубь Дарья Смирнова делает уверенно, но чувство страха едва ли не возвращает девочку обратно. Я боюсь! Чувство страха растворилось в воде. Важно, что верующие делают свой выбор осознанно, и дети тоже. Мы в школе изучаем Христа, то, как Он родился и как Его крестили. Мы много об этом знаем. Я решила сама искупаться, мне очень понравилось. Православные христиане делают все по правилам. Он спускается по ступеням, трижды погружается в воду, произносит молитву, обязательно крестится. В эту ночь мороз не заставил себя долго ждать. На улице минус 10 градусов. Тем не менее, число желающих окунуться в прорубь только увеличивается. Центральная набережная купели оборудована всем самым необходимым. Здесь даже имеются палатки для обогрева, где каждый желающий может выпить кружку горячего чая. Этого момента ждали тысячи человек. По всему региону оборудовано 80 купелей, только в Волгограде их 8. В Дзержинском районе специальная прорубь на Ангарском пруду оборудована деревянными помостами и поручнями в местах схода Киордания. Трудно, конечно, сейчас что-то говорить, эмоции переполняют. Да, готовился. И не просто так это все. Не из проста сюда пришли. Это обдуманное решение. И будем продолжать. И надо приобщаться к этому делу. Это полезно и правильно. Это очищение, в первую очередь. От всех грехов, так сказать, которые за год накопились. Я окунаюсь в 20-й год. Мне очень нравится. Тело обжигает. Что-то такое вот, ну, восторг. Если честно, в первый раз это настолько страшно. Мне понравилось, если честно. Да, как бы три раза можно окунуться. Даже не холодно. Пропробовать. Безопасность на воде обеспечивает служба спасения. По словам специалистов, этой ночью все спокойно. Должен сказать, что здесь все на уровне сегодня. Полиция на месте присутствует. Правопорядок обеспечивают и на дороге, на прилегающих сюда трассах, и на территории непосредственно место принятия омывания. Обеспечение военными палатками произвели они, а также горячим чаем. Считается, что сегодня святой вода становится повсюду, даже водопроводная. Не всем позволяет здоровье окунуться в ледяную прорубь, но каждый, кто набрал с собой священной воды, верит. Она обладает чудодейственной силой, ведь главное – очиститься духовно. Ольга Вулченко, Александр Пищалко, Вести, Волгоград.